Занночевать решил Васютка на берегу озера. Он выбрал по суше место, натаскал дров, развел огонь. Обжарив на костре шишки, Васютка одну за другой вытаскал их из золы палочкой, как печеную картошку. От орехов уже болел язык, но он решил, пока хватит терпения, не трогать хлеб. Опускался вечер, сквозь густые прибрежные заросли на воду падали. Отблески заката тянулись живыми струями в глубину и терялись там, не достигая дна. Прощаясь днем, кое-где с грустью тенькали синички, плакала сойка, стонали гагары. И все-таки у озера было куда веселее, чем в гуще тайги. А здесь еще сохранилось много комаров. Они начали донимать Васютку. Отмахиваясь от них, мальчик внимательно следил за ныряющими на озере утками. Они были совсем не пуганы и плавали возле самого берега с хозяйским покрякиванием. Уток было множество. Стрелять по одной не было никакого расчета. Васютка, прихватив ружье, отправился на мысок, вдававшийся в озеро и сел на траву. Рядом со сокой на гладкой поверхности воды то и дело расплывались круги. Это привлекло внимание мальчика. Васютка взглянул в воду и замер. Около травы, плотно, одна к другой, пошевеливая жабрами и хвостами, копошились рыбы. Рыбы было так много, что Васютку взяла сомнение. Водоросли, наверное. Он потрогал траву палкой. Косички рыбы подались от берега и снова остановились, лениво работая плавниками. Столько рыбы Васютка еще никогда не видел. И не просто какой-нибудь озерной рыбы. Щуки там, сороги или окуня. Нет. По широким спинам и белым бокам он узнал пеляди, чаров, сегов. Это было удивительное всего. В озере белая рыба. Васютка сдвинул густые брови. Сели что-то припомнить. Но в это время табул уток с везей отвлек его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом. Выделил пару и выстрелил. Две нарядные с везей опрокинулись кверху брюшками. И часто-часто задвигали лапками. Еще одна утка, оттопырив крыло, боком упала на берег. Остальные всполошились и с шумом полетели на другую сторону озера. Минут через десять над водой носились табуны перепуганных птиц. Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой, а третья успела уплыть далеко. Ладно, завтра достану. Небо уже потемнело. В лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскаленную печку. Казалось, положи на гладкую поверхность воды ломтики картошки, и они мигом испекутся, запахнут горелым и вкусным. Посютка проглотил слюну, еще раз поглядел на озеро, на кровянистое небо и с тревогой проговорил. Ветер завтра будет, а вдруг еще с дождем? Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра, лег на пихтовые ветви и начал щелкать орехи. Заря догорала, в потемневшем небе стыли редкие неподвижные облака. Начали прорезаться звезды. Восютка показался маленький, похожий на ноготок месяц. Стало светлее. Восютка вспомнил слова дедушки. Вызвездила к холоду, и на душе у нее сделалось еще тревожнее. Чтобы отогнать худые мысли, Восютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи. Восютка дальше из Несея еще нигде не бывал и видел только один город и Гарку. А много ли в жизни? Хотелось узнать и увидеть Восютку. Много. Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там, за тайгой, люди словно в другом мире. Смотрят кино, едят хлеб, может, даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовится встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано «Добро пожаловать». Совсем приуныл Восютка. Жалко ему самого себя стало. Начало донимать раскаяние. Не слушал он. Вот на уроках и в перемену чуть не на голове ходил. «Эх, сейчас бы учительницу Ольгу Федоровну увидеть», – думал Восютка вслух. Устал Восютка за день, но сон не шел. Он подбросил в костер дров, снова лег на спину. Облака исчезли. Далекие и таинственные перемигивались звезды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила небо и растаяла. «Погасла звездочка, значит, чья-то жизнь оборвалась», – вспомнил Восютка слова дедушки Афанасия. «Совсем горько стало Восютке. Может быть, увидели ее наши», – подумал он, натягивая на лицо телогрейку. И вскоре забылся беспокойным сном. Проснулся Восютка поздно, от холода, и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий неподвижный туман. Только слышались с озера громкие частые шлепки. Это играла и кормилась рыба. Восютка встал, поежился, раскопал уток, раздул угольки. Когда костер разгорелся, он прогрел спину, потрем, потом отрезал кусочек хлеба. Взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Восютку, снова полезла в голову. «Откуда в озере столько белой рыбы?» Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озерах будто бы водится белая рыба. Но озера эти должны быть. Или были когда-то проточными. «А что если?» «Да, если озеро проточное, из него вытекает речка. Она, в конце концов, приведет его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался. Енисей, Енисей. А увидел шиш болотный. Нет, уж лучше не думать. Покончив суткой, Восютка еще полежала у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались, но сквозь тягучую унылую дремоту пробивалась. «Откуда же взялась в озере речная рыба?» Тьфу, нечистая сила, выругался Восютка. «Привязалась, как банный лист. Откуда, откуда?» «Ну, может, птицы икру на лапках принесли?» «Ну, может, и мальков?» «Ну, может, а к лешакам все?» Восютка вскочил и, сердито треща кустами, натыкаясь в тумане новолежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашний вбытый утки на воде не обнаружил. Удивился и решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы, Восютке казалось, что в этом месте, где смыкаются берега, и есть конец озера, но он ошибся. Там был лишь перешейк. Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, малозаросшее озеро, а то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом, отголоском озера. «Вот это да!» — ахнул Восютка. «Вот где рыбище-то, наверное!» «Уж здесь не пришлось бы с дря сетями воду цедить!» «Выбрался бы, рассказал бы!» И, подбадривая себя, он прибавил. «А что?» «И выйду!» «Вот пойду, пойду!» Тут Восютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка. Подошел поближе, увидел подбитую утку. Он таки обомлел. «Неужели моя?» «Как же ее принесло сюда?» Мальчик быстро выломал палку и подгреб птицу к себе. «Да, это была утка с висок, крашеной, вишневый цвет головкой!» «Моя, моя!» В волнении забармотал Восютка, бросая утку в мешок. «Моя уточка!» Его даже лихорадить начало. Раз ветра не было, а утку унесло, значит, есть тягун. Озеро проточное и радостное, и как-то боязно было верить в это. Торопливо, перепуступая с кочки на кочку через бурелом, густые ягодники, продирался Восютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподолетку. Восютка показал ему кукиш. «А этого не хочешь? Провалиться мне, если я еще свяжусь с вашим братом!» Поднимался ветер. Качнулись, заскрипели отжившие свой век сухие деревья. Над озером заполошенной стаей кружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подернулось морщинками, тени на воде заколыхались, облака приклырили солнце, вокруг стало хмуро, неуютно.